Меня зовут Суходоев Алексей и сегодня традиционно мы проведем обзорный вебинар по тому направлению, которое мы развиваем сейчас кто-то несколько лет, кто-то уже, как я, например, и многие люди, все члены правления более пяти лет. Каждый посвящает свое время развития подобной технологии и это не просто какая-то зарисовка, это тренд и буквально формирование отрасли с нуля, которое изменит жизнь каждого живущего сегодня на планете Земля. Итак, в первую очередь я хотел бы сделать анонс о мероприятии, которое вот-вот уже состоится. И я сожалею, кто-то не успел зарегистрироваться на это мероприятие и, пожалуйста, следите в личных кабинетах за следующими мероприятиями, потому что мы будем выстраивать целую систему обучения. Об этом и о телях системы обучения я также сегодня вам расскажу более подробно, потому что все исходит из той стратегии, которую мы перед собой поставили и хотим добиться. В первую очередь сейчас происходит уже подготовка к переходу на 14 этап, это 14.1 под этап. Многие задают вопрос в социальных сетях и тролли, если вы есть в чате, отзовитесь, чтобы я сразу был в курсе. Я думаю, что наверняка 2-3 тролля сейчас присутствуют. Происходит переход на 14.1 этап. Я лично сделал для себя определенный выбор по планированию и инвестиции. Я понимаю, что времени уже остается неизвестно, сколько остается. На самом деле много, мало, сколько будет подэтапов. Все это зависит даже не от нас с вами, а от тех стремительно быстро развивающихся событий, от которых мы будем буквально вскользь упоминать, потому что происходит в том числе сейчас игра на очень серьезном уровне. И мы должны не ударить лицом в грязь не только с технологией, но и с позиционированием нашего проекта и с представлением нашей технологии. Это я говорю про то, что сейчас я видел в социальных сетях, что кто-то умудряется еще ходить на какие-то заседания и на камеру снимать заседания чиновников, когда представление в том-то или ином городе струнного транспорта, но, друзья, мы живем сейчас не в 2014 году и даже не в 2016 году. Сейчас совершенно другой уровень развития компании и я рекомендую не делать таких действий вообще абсолютно, потому что это вредит репутации компании. И мы показали, что из этого следует ожидать и что было получено. Вы знаете историю с Ломбардией, вы знаете истории вообще по развитию по российскому пространству, то, что в том числе и в моей области происходило. То есть проектов не родилось и до завершения мы не дошли. Почему? Потому что нужно представлять технологию компетентно. Поэтому даже сейчас, когда у меня будут следующие поездки, командировки и у моих коллег в Африке, будет представление технологии именно с точки зрения привлечения инвестиций. Именно с точки зрения, если говорить про мою стратегию донесения информации, формирования будущего, насколько эта технология поменяет будущее, насколько много она решит задач, проблемы, как отдельно взятого человека, так и целых производственных компаний, корпораций, насколько это оптимизирует и сократит затраты. Когда это сокращает затраты, то и человек, и компания, и сильные мира сего готовы голосовать рублем. А если это решает еще и экологические проблемы, то здесь биржевой тренд показывает то, что умное мясо, назовем так, замена мяса на искусственные из растительных компонентов дало определенный скачок, но и волатильность, и колебание курса стоимости акций той компании, которая выводила на IPO. Поэтому нам же нужно добиться того, чтобы был планомерный рост, потому что это не какой-то мимолетный тренд, который начался и пройдет, это тренд растущий и стабильный. Поэтому я еще раз повторюсь, по подэтапам. По подэтапам никто не знает, сколько будет подэтапов. Я даже не берусь предполагать, будет их 3, 2, либо 5, но я вижу и я понимаю, что событие развивается быстро. Поэтому, так как любое слово, которое я публично высказываю, может быть вырезано, записано как-то, переформатировано, склеено, монтажеры это все прекрасно умеют делать, то я от себя никаких прогнозов подобного рода не строил и не буду строить и своим коллегам также советую. Также информация гуляет по поводу ребрендинга Skyway Invest Group. Сейчас вот увидели, что переименование произошло по поводу ребрендинга Skyway Capital. В этом плане я могу сказать, что все, опять же, зависит от позиции и зарабатывания и отстаивания репутации нас, каждого с вами. Как мы доносим информацию, как мы говорим о проекте. И давайте немножко помыслим и давайте немножко представим. Вот сегодня вам простой эксперимент. Я вам показываю, каким образом можно рассказывать о технологии, об инновации, о транспорте над землей, сколько я уже синонимов придумал, не затрагивая название Skyway. Это реально и это возможно. Если это потребуется, мы дадим инструкции и ни у кого не возникнет никакого дискомфорта в продолжении продвижения нашего проекта. Главное, это та ценность, которую несет проект и та ценность в виде финансовых перспектив, которые мы все с вами ожидаем. То есть про ребрендинг я могу сказать, что никаких сейчас официальных заявлений не было. И как только они будут, если будут, то мы будем двигаться, исходя из этих событий. Но по Skyway Invest Group вы заметили. И в принципе я не исключаю того, что в виде того, что все в принципе одинаковые, мы являемся магазинами, как называет генеральный конструктор инвестиционной площадки. И тот магазин, который максимально хорошо привлекает своих покупателей, тот и выстраивает эффективную стратегию. Если когда-то сети, допустим, меняют название у сетей, производят ребрендинг, производят смену логотипа, если, повторюсь, мы это будем делать, это будет вдумчиво, это будет связано с тем продуктом, который мы развиваем. И это будет лучший фирменный стиль, потому что мы рассчитываем, как инвестиционная платформа, развиваться на долгие десятилетия, если на то воля и желание головной компании. Про обратный выкуп. Честно скажу, это первая повестка дня, ближайшие встречи с представителями головной компании, непосредственно с генеральным директором ЗАО «Струнные технологии» Надежды Геннадьевны Косаревой, в том числе обсуждение, что думают наши крупные стратегические партнеры. Об этом разговор был, будет и будет вестись, и мы эту точку зрения будем отстаивать. И я думаю, что все в этом плане будет хорошо, как и ранее. Но сейчас могу сказать, настолько цейтнот, что буквально по часам, даже по десяткам минут расписано расписание. Я уж не говорю про Анатолию Эдуардовича, про Надежду Геннадьевну. И мы вот даже в ближайшей встрече все будем в полете, фактически, в Вильнюс. И только некоторые из нас смогут присутствовать на совещании. Я думаю, что про обратный выкуп тем, кому за 75 информация будет уточнена, и мы обязательно донесем на вебинарах. Ну а я, дорогие друзья, с вашего позволения перейду к тому, наверное, в чем ценность моих вебинаров. И я также планирую ввести формат разговорного видеоблога. То есть, кто видел мой видеоблог, знает, о чем я говорю. Я не буду сбрасывать никакие ссылки, ничего. То есть, кто в курсе, тот в курсе. И рассчитано, на самом деле, это все на отдельную, холодную, новую целевую аудиторию. Но я хотел бы строить свои вебинары тем, что я доношу свой взгляд, свое мнение на основе прочитанного, исследованного, проанализированного, услышанного. То, как технология, которую мы развиваем, изменит сегодняшний мир и сформирует будущее. А мы с вами все являемся на самом деле и людьми будущего. Я об этом говорил неоднократно на вебинарах. Это не просто общие слова. Представьте, вот, человека сегодня, какие бы советы вы дали бы людям, которые только-только входили в эру интернет. Какие бы компетенции вы посоветовали бы приобрести. Многих компетенций на тот момент даже не было. Это трафик-менеджер, это не менеджер, не управляющий сменой транспортных потоков. Это трафик, который появился в сети интернет. И многие компетенции вы посоветовали бы своим предшественникам обретать для того, чтобы быть максимально эффективными, максимально благополучными в современном мире. Вот поставьте плюсы, кто хотел бы сейчас приобретать максимально востребованные компетенции предпринимателя будущего. А что такое предприниматель будущего? Это тот человек, который предпринимает действия сегодня в настоящем, чтобы обеспечить свое будущее в виде не то, что процветания, в виде профессионализма, в виде нахождения той деятельности в логике того мира, который мы создаем на основе технологии, которую сейчас развиваем. И этот мир будет кардинально другим, чем он является сегодня. И это на самом деле очень важно. Поэтому обучение мы будем выстраивать, в том числе исходя из этого. Первый курс появится по Instagram, как я говорил. То есть неспроста были выбраны команды, которые имели опыт масштабирования. Кому-то это покажется, может быть, no-name команда. Но эта команда раскачивала серьезные кампании именно в виде информационного поля в сети Instagram. Кому-то кажется, может быть, Instagram зачем там развиваться и что там делать. Но каково мое довольство, так скажем, когда наконец-то я доношу свою мысль до коллег. И вот недавно Франтишек Соллар также стал присутствовать в Instagram. То есть он нанял тренера. И я думаю, что веселые истории, либо как минимум познавательные истории от Франтишека можно будет ожидать. А для чего это делается? Это для того, чтобы через ваш личный бренд передавать информацию о том направлении, которое мы развиваем. Напоминаю, что сегодня и, возможно, в следующие вебинары мы проводим эксперимент, что не произносим слово нашего бренда. Это как чисто эксперимент. Я доказываю, что это абсолютно возможно. Если я вдруг произнесу, то поставьте буковку «С», к примеру, на вебинаре. Я думаю, что это не составит труда ни для кого, и смысл от этого не потеряется. И на самом деле сейчас, если говорить, вот я рассказал про один из трендов, который сейчас я осветил, это Instagram. А есть еще и привлечение трафика, мы это испытали. Есть еще и дизайн личности, есть еще и компетенции, которые сейчас инженерная школа Юницкого вообще только-только начинает развивать. И на самом деле не исключено, что эту образовательную деятельность также нужно будет популяризировать и делать максимально привлекательной для подрастающих студентов и поколений. К чему такой эксперимент? Ну, это вот мой личный эксперимент в ходе тех слухов, которые ходят по социальной сети, и кто-то начинает бояться, испытывать дискомфорт. Я на своем примере показываю, что в принципе даже в этом случае ничего не поменяется. Ответил на вопрос Solar Leon? То есть этот эксперимент ни к чему не обязывает. И вообще очень интересное суждение, нужны ли будут вообще водители в будущем. Для нас этот ответ очевиден. Но рассмотрим автоматизацию и вообще развитие трафика, ускорение, не то что формирование технологии, а ускорение, например, интернет. Рассмотрим интернет. Как мы вначале соединялись в интернет. Сейчас это просто у вас есть, у нас у всех есть сеть, у кого-то 4G, у кого-то уже 5G в отдельных странах. Китай уже задумывается, а 6G. Но раньше как мы соединялись? Через соединение с модемом, через звуки такие роботические нужно было ожидать. То есть чтобы войти в глобальную паутину, нужно было еще ожидать, еще приобрести вот это устройство, чтобы туда войти. То есть все помнят такое время. Было такое? Абсолютно было. И я могу сказать, что если говорить про контент, то это абсолютно то же самое. Я вам привожу такую аналогию, как раньше мы могли пользоваться и передавать контент. В самом раннем развитии просто вообще ничего не было. Потом появились 3,5 дюйма дискеты. Поднимите руку, кто застал это время. То есть я вот помню это время. У меня этих дискет было очень много. Я тогда начинал на бейсике программировать. Потом появились диски. Но и дискеты, и диски нужно пользоваться было устройствами внешними. Сейчас посмотрите на свои компьютеры, посмотрите на свои ноутбуки. Есть ли у вас даже CD-ROM или DVD-ROM? Нету таких устройств. Потом появились уже HD, SSD накопители. Они использовали SSD в виде безопасности, в виде устойчивости к тряскам, к перелетам и к скорости передачи информации. А сейчас вообще все находится даже и в облаке. То есть очень много людей приобретают виртуальные пространства для того, чтобы там размещать свои фотографии, для того, чтобы там обмениваться, пользоваться коллективно данными, которые вы не жалеете с кем-то поделиться ими. То есть вот эта вот скорость развития автоматизации. Я привел интернета, входа в интернет, скорости соединения и скорости развития автоматизации контента. То есть именно содержание нашей повседневной жизни, которая сейчас, кстати, является продуктом. Опять же для таких сетей, как Instagram, Facebook, TikTok сейчас набирает обороты и так далее и тому подобное. Если говорить про автоматизацию в современном спорте, то существует несколько ветвей автоматизации. То есть это нулевая автоматизация, когда нет вообще автоматизации и есть какие-то вспомогательные системы, которые не могут вмешиваться в работу водителя. То есть водитель полностью контролирует поездку. Есть уже пункт 1 автоматизации перемещения. То есть это помощь водителю, то есть это, допустим, какой-то адаптивный круиз-контроль. Это на иномарках, к примеру, вас будет, если вы начинаете ехать и в одном положении вы начинаете рулить. Ну вот я недавно ехал и машина мне посоветовала поехать и выпить чашечку кофе, остановиться. То есть она мне помогает, но, опять же, особо не вклинивается в процесс движения, но берет на себя некие обязанности. И, к примеру, парковка на таких автомобилях, как Mercedes, опять же, при участии автомобилиста, при участии владельца автомобиля происходит вот эта вот система. Я, если честно, подобных систем достаточно скептически к ним отношусь. И всегда, при любом способе, какая бы машина ни была в вождении, я предпочту парковаться вручную. Почему? Потому что, наверное, нет доверия подобным системам, потому что все-таки это перемещение не определенной траектории, а конкретно на дороге, где есть и пьяные водители, где есть и просто вот недавно ехал, буквально случай, спокойно едет, и едет молодежь на десяточке тонированной, низкой, и начинает дрифтовать. Причем на дороге, с потоком, там машины едут. И дрифт не удался, ее начало заносить и развернуло. Благо, я не воспользовался системой автопилота, и у меня ее и нет. А если бы я ехал на автопилоте, то, скорее всего, произошло бы столкновение. И вот этих ситуаций абсолютно не избежать. Если говорить про условную автоматизацию, то есть человечество сейчас находится на этом аппе, это Tesla, это управление через систему автопилота, и в зависимости от обстановки человек может как вмешиваться, так и не вмешиваться. И он уже может клацать, немножко пользоваться мессенджерами, я могу проверить WhatsApp, я могу немножко работать. Но все равно это опасно для жизни человека. И четвертое, это высокая степень автоматизации, но должен быть отдельный конкретный поток с подобными транспортными средствами и никаких других. Никаких вот этих ребят на русских тачках, которые дрифтуют, никаких пьяных водителей. И в идеале вообще электромобили абсолютно беспилотные. Только этот поток и другой вид несколько дорожного полотна. Это сейчас возможно, но только в ограниченных территориях, только в некоторых странах. И пятый, это апогей, это когда уже полная автоматизация, то есть независимо от того, какие погодные условия, система контролирует движение, может принимать решение условия. Это возможно, на мой взгляд, только в транспорте над землей. Самое близкое к этому приблизилось метро или, может быть, какие-то междугородние системы сообщения, когда, опять же, поток, детерминированность движения. Желательно, чтобы в туннели все ездили. Ну, в метро мы знаем вот эти прелести, карманники, смрад, непонятные личности отдыхающие. В общем, такая немножко социально напряженная, так скажем, обстановка, и кто-то боится возвращаться в некоторых районах, некоторых городов на метро. Ну, и если это смасштабировать уже за пределы под землей, то тут уже полная зависимость от окружающих условий среды. То есть на сегодняшний день не той системы, которая решала бы проблемы, как транспорт над землей. И в случае развития нашей компании я могу сказать, что это полное машинное обучение, это полная интеллектуальная роботизация, и это сравнимо с самыми лучшими беспилотниками, которые сейчас здесь появляются. И это все приведет к тому, что мы будем перемещаться в киберфизической системе. То есть представьте, что путевая структура, по которой вы перемещаетесь, ваши друзья перемещаются, грузы перемещаются, это глобальная киберфизическая система. Тут сразу всем понятно, что и блокчейн сразу здесь необходим, и токеномика, и криптономик, это все можно посмотреть в белой бумаге, это все написано. И когда это будет реализовано, это будет весьма и весьма позитивный и прорывной механизм. То есть вот эту картинку я привел, это представление. Представим, что вот эти взаимосвязи, дорога представлена, все-таки это второй уровень, то есть это не первый уровень. И картинка на самом деле показывает. То есть перемещается много интеллектуальных автономных объектов, много гаджетов. И представьте, насколько за это будет потенциально голосовать рынок. Но это не все, что на мой взгляд нужно вообще для создания эффективного транспорта над землей. И компания, которую мы финансируем, действует и в этом плане абсолютно замечательно. Уже создаются интерфейсы и мобильные приложения. На прошлом вебинаре я затронул эту концепцию. И здесь она у меня в голове сформировалась. Я ее попытаюсь донести максимально просто. Опять же, я приводил пример тех молодых ребят, которые сидят в TikTok, которые сидят лайки, еще неизвестное для меня приложение, его не пробовал. Да и TikTok, на самом деле, не совсем понятно, как там набирается рейтинг. Наверное, нужно именно формироваться в такие маленькие модели цифровых сообществ. В принципе, каждая структура, кто формирует, каждый из нас с вами развивает проект, он вот эту маленькую модель сообщества и формирует. Поэтому вам будет очень просто. Ну и мне, собственно, тоже рейтинг будет не лишним. Когда мы начнем развитие в Instagram, вот этими маленькими структурами мы будем начинать огромный движ. Вот это очень важно, чтобы вы поняли, потому что фактически модели вот этих взаимосвязей вы уже выстроили. Поэтому в социальных сетях вам будет развиваться при минимальных действиях, когда вас дублицируют партнеры, делают комментарии, вы делаете какие-то совместные прямые эфиры. По вас будут говорить люди, которые не знакомы с технологией, которую мы развиваем, потому что не вы один об этом говорите. Поставьте плюсик, кто думает так же. Итак, продолжим про технологии, про гаджеты. Вот это подрастающее поколение, никто так не думает, друзья. Если я говорю, ставьте плюсики, то, пожалуйста, не отвлекайтесь. Если не думаете, то это тоже нормально. То есть это может быть лично моя точка зрения. Транспортный гаджет и девайс. На мой взгляд, это самое ценное, то, что сейчас создаст транспорт над землей. Потому что мало пользоваться услугами нашего смартфона, перемещаясь, например, в беспилотном автомобиле. Нужно вообще получать то обилие услуг, то обилие развлекательных, различных приложений и сервисных приложений, которые сейчас есть и которые родятся в том новом мире, о котором я говорил в начале вебинара. Не через смартфон, но, скорее всего, на своей личной панели, если это ваш личный подвижной состав, либо если залогинились какое-то виртуальное информационное пространство в Transnet, то есть вы вошли под своим паролем, скорее всего, он будет как-то коррелироваться и синхронизироваться через вход в привычные социальные сети, которые мы сегодня пользуемся. Я не знаю, как это будет, можно только предполагать. Но то, что сейчас молодежь будет выбирать не просто быстрое перемещение, не просто логику транспортного лифта, но и логику, когда они входят фактически в свой смартфон, садятся, и они могут положить на кресло смартфон, и фактически вот весь их виртуальный мир, он внутри. И вот за это они будут платить, и также все потребители будут платить за услуги, за подписку, возможно, какую-то модель, через которую кто-то может поиграть, кто-то может заказать что-то из еды, кто-то может заказать одежду, кто-то может оплатить ЖКХ. То есть фактически концепция через умный транспортный инфраструктурный комплекс мы рождаем умный город. И город может стать умным постепенно, потому что если в городе становится сильно много транспортного умного комплекса, то и все инфраструктуры, все службы вынуждены будут подстраиваться, потому что люди будут проводить определенное время внутри транспортного, мобильного пространства и пользоваться всеми услугами, которые сейчас есть в мире. И та компания, которая создаст подобное наполнение, помимо максимальной безопасности, комфорта, экологичности, перемещения, она начнет занимать очень быстро рынок, как сделал и Джобс, и компания Самсунг, вместе взятые. Потому что Джобс, ограниченность и определенная безопасность, ограниченность использования приложения, я имею в виду, в виде своей специфичной операционной системы, но максимальная безопасность, это, если говорить про путевую структуру, защищенность, и вообще про все сигналы, которые получает система от подвижных составов, от станций, это все защищено, то есть это, я думаю, что напоминает систему Джобса, стратегию Джобса. Но получение всего комплекса услуг и абсолютно демократичное, абсолютно каждый, и каждый покупает то, что ему хочется, но через площадку Google, через площадку Android, это также можно встроить в те транспортные средства, которые создаются, компании, которые мы финансируем и развиваем, и получаем в обмен доли. Вот это, я думаю, что очень ценный факт, и молодежь, которая сейчас развивается, будет выбирать не просто мобильность, скорость, но и увлекательность внутри своего пространства. Поставьте от 1 до 10, как вам эта идея. Это, так скажем, уже такая выверенная идея, и если сказать по сравнению с законом Мура, посмотрите в Википедии, что такое закон Мура, то есть вкратце, это повышение производительности каждые два года при снижении себестоимости товара. В нашем случае мы видели и в грузовом транспорте, что максимальная оптимизация в 3-4 раза это дешевле. В будущем, я думаю, что сравнение грузового транспорта, к примеру, аналога ленточного конвейера, по сравнению с существующими грузовыми решениями, мы еще в следующих вебинарах представим, но не сегодня. Но то, что это оптимизирует, то, что это снижает стоимость перевозки, стоимость перевозки может быть как груза, так и пассажира, она стремится, ну не то, что к нулю, но она снижается. Но что касается пассажирского комплекса, то обилие услуг, которые будет получать пассажир, груз, к сожалению, он может получать услуги. Кстати, груз на самом деле тоже может получать услуги, представьте, внутри порта перемещения и сколько нужно считать различных данных, поставить метки, RFID метки. Сейчас блокчейн-компания над этим ломает голову, поэтому на самом деле опрометчиво думать, что груз не сможет получать услуги, просто не так явно, как мы, как пользователь, будем получать эти услуги. Этих услуг будет становиться все больше и больше. Опять же, мое предположение, при снижении и оптимизации максимальной экономичности транспортно-инфраструктурного комплекса и, соответственно, снижении проезда и снижении стоимости перевозки по сравнению с существующими, да и вообще, обилие услуг, которые будет получать как пассажир, так и объект груза, оно будет увеличиваться многократно и тем самым в Transnet будут впитываться все больше и большее количество услуг. А какие компании растут, какие корпорации растут, которые охватывают максимально много параллельных рынков и становятся платформенным решением. Сейчас компания показывает уже реальные действующие образцы, создается продукт, но на основе продукта все корпорации, которые успешно развивались, и Microsoft, и IBM, и Amazon, и Alibaba, они становятся платформами. И на самом деле вот эту платформенность, я думаю, что уже генеральный конструктор закладывает. Это классно, и это говорит о будущей серьезной капитализации. Вот посмотрите, как в принципе без каких-то таблиц и обещаний процентов я вам показал видение будущего. Опять же, от 1 до 10. Мне это очень важно, потому что я вижу реакцию от иностранцев, как они это воспринимают, но на сегодняшнем этапе мы не можем говорить про какие-то проценты, потому что этого просто нет, никто этого не знает. Это может быть опрометчивый ошибочный факт, а зачем мы, как Skyway Capital, будем называть этот ошибочный факт. И про презентации, про технологии, про форумы я могу сказать, что они проходят, их проходит много. Никто не запрещает использовать картинки с Instagram, но не искажайте, пожалуйста, их. Используйте чисто факты. Если вы видите картинку с парка Шаржи, можете зайти на аккаунт парка Шаржи и следите за тем, что там происходит. Вы видите вверху название этого аккаунта. И в разделе истории там выложены целый список цикла истории касаемо Skyway. Но, как вы заметили, никакого освещения от головной компании сейчас нет. Почему? Потому что крупные заказы, а есть ли они, а нет ли их, никто не знает. Я лично не знаю. Мне лично достаточно, что мы создаем тот тренд, который будущий, на мой взгляд, триллионный, потому что он берет в себя массу услуг и впитает в себя массу технологий. Но, в любом случае, подобная крупная игра любит тишины. Что освещается головной компанией, мы можем трубить и официально рассказывать о посещении Аль-Касиме, но не приукрашивая. А здесь, да, представляют наши технологии. Это не соврать, это действительно максимально очевидно, что наряду с экологичными различными технологиями, как вот солнечные батареи, так и растительные производства, технология нашего транспорта над землей также представляется на уровне уже не представителей головной компании, а нашими арабскими коллегами. Да, прошел форум либо конференция транспорта и логистика, да, там выступал Анатолий Эдуардович, и кто видел стори, слышали, о чем говорил Анатолий Эдуардович, в том числе о том этапе, который позволил максимально эффективно и в кратчайшие сроки решить проблему финансирования, это краудинвестинг, и про две сотни стран тоже было сказано, но со стратегией, с упаковкой, чтобы не навредить, и на самом деле вот даже те слухи, те факты кто-то записывает, но так скажем, то, что не проверено и то, что не опубликовано официально, не является правдой, на мой взгляд, но то, что действительно принималось участие в подобного рода форумах, это очевидный факт, и это очень положительный факт, потому что вспомните наше развитие по Австралии, принимали мы участие в ряде форумов, и это только транспорт и логистика, а если говорить про другие будущие форумы конференции, различные дискуссии, они будут, потому что процесс там идет, и процесс идет независимо от того, как мы о нем говорим, он идет автономно, как автоматизированная система управления нашего транспорта, и также происходит модернизация производства, я хотел бы остановиться на закупленном первом станке, и это очень серьезное оборудование со стоимостью более пяти сотен тысяч долларов, и также оптимизация была проделана в ходе переговоров, более чем на двукратную подобную стоимость была сокращена стоимость целой партии будущих станков, а это уже умные станки, это одни из самых эффективных, которые могут показаться сильно такими завышенными требованиями для начинающих компаний, мы, несмотря на то, что начинающая компания, начинающий стартап, но все же мы уже готовимся к мелкосерийному производству, причем не мы начинающие компании или стартап, мы финансируем подобную компанию, естественно, ожидая очень светлое и хорошее будущее. И специалисты, которые могут управлять этим станком, они представлены в очень малом количестве, но фактически таких специалистов уже замотивировало работать у себя ЗАО струнные технологии, наша замечательная компания, которую мы финансируем, и самые сложные объекты как из металла, так и из полимеров, пластика могут там выполняться. Я рекомендую вам посмотреть просто на эту картинку, есть видео, акума, модель этого станка, можете найти, и просто вот какие чудеса, даже мускулатура у этого льва проявляется, и она отчетливо видна, как вы думаете, подвижные составы сможет этот станок делать для мелкосерийного производства, какие-то детали, элементы, я думаю, что ответ абсолютно очевиден и без вопросов каких-либо. Также расширяется производство, я это предоставляю факты, потому что без них я думаю, не стоит говорить о развитии, потому что и Маск строил различные фабрики, я не буду даже останавливаться сейчас на кибертраке, я думаю, что лучше в видеоблоге эту тему освещу, не стоит даже нашего вебинара освещения кибертрака, но кто не в курсе, там разбилось бронебойное стекло на презентацию Маска, это так, лирическое отступление, чтобы ярые такие антифанаты Илона Маска, если такие есть, ну, чтобы вам чуть-чуть немножко меда в кружку капнуло вкусного. Оширение производства происходит запланированно, и это уже в свободной экономической зоне Минск, строятся серьезные производственные площади, и в первой половине 2020 года будет разработана проектно-сметная документация уже для второй очереди подобного строительства. Это все говорит о том, что мы готовимся к серьезным вещам. Мы, с точки зрения финансирования, головная компания с точки зрения развития и исполнения тех деклараций, тех планов, которые были озвучены в виде, я считаю, дорожной карты, лично генеральным конструктором на экофесте этого года. И даже модернизация подвижного состава в виде отдельных элементов, а именно дверей. то есть это отдельные подвижные составы. И вспомните, какую роль играет форма, например, закругленных концов в самолете. Для того, чтобы вообще корпус не разорвало, и для того, чтобы соблюдать правильное соотношение при изменении, резком изменении давления и температуры, для того, чтобы не пошли трещины и не разгармонизировался салон. У нас, конечно, история не такая, потому что в воздухе подвижной состав не летит, но здесь все создано также для максимальной оптимизации и для сокращения габаритов, массы и, соответственно, конечно же, стоимости. Но от этого следует закон по снижению стоимости проезда и стоимости груза, которое мое личное предположение. Будем называть его так. И также положительная оценка работы компании аудит за аудитом. Вот уже ждет компанию следующий аудит, но аудит по экологии и менеджменту, связанному с этим направлением, с условиями работы, труда, он абсолютно достойно пройден. И более того, специалисты отметили значительно возросший уровень, как и профессионализма, так и слаженной командной работы, так и самого оборудования. И я не знаю, заставили ли они вот этот уже станок аккума, но даже не застав его, даже индустрия 4.0, внедряемая посредством системы The Salt Systems, французской компанией, с которой уже сотрудничество ЗАО струнной технологии ведется ранее. Это говорит о многом. Следующий аудит, без сомнений, я думаю, что компания просто пролетит без всяких каких-либо замечаний и получит оценку отлично. На прошлом вебинаре я забыл упомянуть о сверхлегком, так скажем, подвижном составе и он создан так вот как концепт для рыбалки, но на самом деле применений может быть очень много, то есть это подвижной состав для рабочих целей, так скажем. И для чего в том числе делается эта трасса, мой взгляд. Тролли могут накинуться, сказать, что вот строится трасса и я могу сказать, что это делается для того, чтобы отрабатывать уже на новой и не побоюсь этого слова, это будет коммерческая трасса, потому что Unifission, если не ошибаюсь, то есть центр, где можно порыбачить и так далее, это место, которое будет призвано вообще сделать максимально привлекательным с точки зрения туризма для белорусских жителей. И я там был, я все видел, там действительно классно и когда не нужно будет преодолевать пешком, потому что не всегда можно доехать на машине, вот это вот расстояние примерно в километр, ты будешь перемещаться на сверхлегком подвижном составе, это будет максимально очевидно и отрабатывается на самом деле технология, улучшается в том числе и для арабского исполнения, потому что то, что невозможно отработать уже на готовых путевых структурах, отрабатывается в виде виртуальной модели, уже сейчас и рекомендации направлены для улучшения в том числе того транспортного инфраструктурного комплекса, который создается и в Шарже. я думаю, что это абсолютно правильный шаг и это диверсификация генеральным конструкторам, это в неком плане может быть и подстраховка то, что действующий проект будет построен в том числе на территории Республики Беларусь. Вы же понимаете, что коммерческий проект нужно согласовать и чтобы его приняли. Как только его согласуют и принят, то мы сделаем из этого выводы в тот момент, когда это произойдет. Я думаю, что это будет очередной наш прорыв, потому что нет пока что сейчас в мире именно начавшейся в строительстве согласованных коммерческих проектов. И я думаю, что Арабские Эмираты в этом плане обгонят и перегонят. И это абсолютно правильно, так как долгое время и Microsoft сотрудничали с IBM, но через пять лет уже каждый сделал свой выбор и каждый пошел своей дорогой. В нашем случае покажет время, насколько это будет прочная, долгая стратегия, но сейчас все показывает, что это на долгий срок и это целая стратегия развития государства и ряда восточных государств. Я не буду останавливаться на событиях, которые не раз уже освещал, что правитель Шаржи посвятил Skyway World Innovation Center и благословил технологию и также в новостях перевод новости с арабского, с английского языка был показан, но могу сказать, что в этом направлении просто молниеносно развивается событие, потому что вот только недавно в конце октября все произошло, уже фактически достраиваются анкерные опоры первой линии, первой фазы и внимание, строятся уже промежуточные опоры второй линии параллельно. Те, кто развивает проект Skyway уже давненько помнят, что как вот, кстати, первый 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 раз благодарю благодарю их с дед, но по один раз, так скажем, это нормально, посмотрим второй раз будет или нет. И параллельное развитие также было и легкой путевой структуры, далее я думаю, что и третья фаза будет развиваться параллельно, но там уже я думаю и начало реализации первых коммерческих проектов тоже будет идти параллельно, дабы нам нужно с вами показывать прекрасные финансовые результаты и оповещать о развитии нашего направления, нашей технологии. Все больше и больше количества людей это никак не связано с тем, что схема предыдущим за счет последующих, просто человек выбирает и человек соотносит именно пропорцию риск и потенциальная прибыль, выгода и приобретение, так же, как всегда, делают в любого рода венчурных и технологичных проектах. Поверьте мне на слово, сейчас очень много рисковых направлений, даже которые вышли на IPO, и это не создание целой отрасли с нуля, это буквально видоизмененные некоторые отрасли и выйдя на IPO, инвесторы не особо рады, в нашем случае хочется, чтобы инвесторы были максимально рады. Я думаю, что к следующим новостям Михаила Кириченко мы увидим развитие второй линии и будем этому всему и радоваться и передавать эту информацию. Поэтому, друзья, какой ваш выбор, сделайте для себя сами. Эксперимент, я думаю, что прошел успешно, я только один раз произнес слово, наш бренд и это возможно, если этого потребует стратегия. Кто готов, поставьте 10, даже в этих радикальных изменениях идти, но никто не говорит, что это произойдет, это была моя личная демонстрация, как доносить информацию о нашем проекте, о нашей технологии прорывного революционного транспорта над землей. И в завершении своего вебинара я хотел бы сказать, что экология сейчас очень сильно меняется в худшую сторону. На этом начинают делать деньги не только в плане продажи воздуха, то есть даже есть биржи воздуха, специальных фьючерсов на воздух и так далее. Люди зарабатывают на них очень серьезные деньги, но некоторые открывают в Индии, в Дели был открыт первый бар по продаже чистого воздуха. Это кислородный бар. И это как из Киберпанка кто-то сравнил в 2070 какого-то года в комментариях об этой новости, что в кальянных люди будут курить чистый воздух. К сожалению, это не такая далекая отдаленная реальность и в Индии это уже происходит. Добавляют всякие наполнители, ароматизаторы, чтобы сделать коммерческий успешный продукт, но факт остается фактом, люди хотят вдохнуть чистый воздух. И та технология, которую мы развиваем, она как раз таки очищает и пространство, и уменьшает землеотводы и восстанавливает плодородный слой почвы и делает наши легкие чище, потому что не то, что CO2 будет меньше, а просто другая технология транспортно-инфраструктурных комплексов будет использоваться. Я думаю, что вот это вот бары по продаже кислорода, они станут какими-то именно редкими явлениями и чем-то аутентичным, чем-то очень таким эксклюзивным, но никак не массовым, я искренне на это надеюсь. И это логика компании, которую мы финансируем, единение человека с природой и повышение качества жизни каждого живущего на планете Земля. 5 декабря происходит смена этапа, получите долю в компании, которая изменит индустрии транспорта раз и навсегда. Инвестировать может каждый, а выбор делает сам лично каждый по мере своих возможностей рисков, сомнений либо уверенности. Так что, друзья, я провел эксперимент, я думаю, что он оказался удачным и в любом случае нас уже не остановить, потому что время технологии, которое пришло, ничто не сможет остановить, ну а теперь вопросы. Сколько будет подэтапа в 14 этапе? Я ответил в начале вебинара, неизвестно сколько будет, но сейчас уже другое время в плане взаимодействия со стратегическими партнерами и Анатолий и Анатолий в видео которое крайне с ним намекал, что есть крупные стратегические инвесторы, но арабское направление нужно затрагивать очень-очень аккуратно, потому что там другая большая игра и на кону стоит репутация не только генерального конструктора, но и наша с вами. Так, Solar Leon ваше время закончилось, думаю. Следующий вопрос. Коллеги, еще два-три вопроса любого рода ура в Сибирь китайцам. Кстати, о китайцах и вообще о любом языке, так как мы настроены на очень долгосрочное развитие, то переводится личный кабинет сейчас на арабские языки, не смогут инвестировать жители Катара предварительно и Арабских Эмиратов, естественно. Все остальные арабские страны смогут абсолютно комфортно, достойно работать и также в работе турецкий язык. Так что китайский язык тоже недалеко, так скажем. Друзья, еще вопросы? Так, ну если нет вопросов, то я вас благодарю за внимание. Следующий вебинар будет несколько другое время, потому что мне нужно спланировать время для поездки. Не изобрели еще такой транспорт, который позволит без каких-либо долгих пересадок перемещаться с одной точки континента на другой. Поэтому мне за день приходится вылетать для того, чтобы провести достаточно серьезное глобальное мероприятие на английском языке. Поэтому примерно наверное в 11 либо в 11.30 по Москве мы проведем следующий вебинар ровно через две недели. Благодарю за внимание. Всем счастливо и всем желаю менять свои мысли и свое финансовое состояние только в положительную сторону. Всем счастливо с вами Алексей Суходоев. Здравствуйте с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Из этого выпуска вы узнаете о новостях отдела стандартизации и сертификации